В этот день, 10 апреля 1760 года, произошло основание города Ижевска первоначально как железоделательного завода известного вельможи Петра Шувалова. 10 апреля 1832 года императором Николаем I введено звание почетного гражданина России для лиц недворянского происхождения. Любой, кто получал его, освобождался от телесных наказаний, повинностей и податей. 10 апреля 1925 года город Царицын переименовали в Сталинград. Спустя 36 лет он обретет новое третье имя – Волгограда. 10 апреля 1944 года советские войска освободили от немецко-румынских частей город Одессу. В этот день, 10 апреля, родились Константин Аксаков – публицист, историк, лингвист, идеолог славянофильства. Советская поэтесса была Ахмадулина, принадлежавшая к плеяде поэтов-шестидесятников. Всеволод Рождественский – русский советский поэт. Всеволод Рождественский родился и вырос в царском селе. Он с детства впитал в себя очарование города Мус, что не могло не отразиться на его творчестве, сочетавшем в себе изящество и лиричность. Первый поэтический сборник под названием «Гимназические годы» был издан одноклассниками Всеволода на собственные средства. Узнав об этом, автор обижал все книжные лавки, чтобы скупить весь тираж, и впоследствии старался о сборнике нигде не упоминать, считая свою первую пробу пера графоманством. Однако уже через несколько лет молодой стихотворец был принят в кружок поэтов-филологов и начал печататься в серьезных журналах. Бойтесь красивости. Опасно это дело. За декорациями можно проглядеть жизнь. Где вы все этой романтики научились? Подозреваю, что в детстве у Жуковского, а позднее у Гумилева и цеховых его подмастерьев, книги должны идти от жизни и возвращаться к жизни. За каждой книгой стоит живой человек. «Стихи для стихов – пустяковое дело», – учил коллегу по Перу писатель Максим Горький. Сравнивая дух поэтов, Горький был отчасти прав. Рождественский считал Гумилева своим учителем. Именно по его приглашению вступил в цех литераторов-акминистов, возводивших в образец конкретность, лаконичность, точность каждого слова. В отличие от символистов, акминисты не мыслили образно. Небо должно было быть. Небом – цветок – цветком. А роза бедная рассыпана в полете. Сто лепестков ее плывут в водовороте. И тонут, закружась в порыве ветровом, В кипении малых волн, подобные во всем. Прочитав такие строки, скупой на похвалу Николай Гумилев не мог не высказаться. У Всеволода Рождественского есть тот беспредметный и напряженный лиризм, который владел нашими поэтами лет десять тому назад. Есть магия в этом набегании строк одна на другую. Набегании, не дающим задерживаться ни на одном образе и оставляющим не память о стихотворении, а лишь вкус его. Что касается послевкусия у других акминистов, то оно, в отличие от Гумилева, горчило. Коллеги относились к поэзии Рождественского насторожно, отрицая не только лирический реализм стихов, но и одобрением смены политического строя. Поддерживая революционное настроение и приняв присягу, как красный командир, последний акминист, как называл себя Рождественский, нарушил главный канун цеха – независимость искусства от действительности. А потом у Рождественского начался новый этап творческой жизни. Поэт начал сотрудничать с издательством всемирной литературы, закончил филологический факультет, занимался переводческой деятельностью. В 30-е годы много колесил по стране, принимая участие в литературных поездках. В годы Второй мировой в рядах народного ополчения сражался за Родину. В минуту фронтового затишия не переставал писать. В блокадном Ленинграде была набрана тетрадка его стихотворений «Голос Родины». В суровый год мы сами стали строже, как темный лес, притихший от дождя, и, как ни странно, кажется моложе, все потеряв и сызного найдя. После окончания войны Рождественский нашел себя снова. Писал разную прозу, воспоминания, повести для юношества, занимался исследованием пушкинского наследия. Вышла в световую книгу «В созвездии Пушкина» о русских поэтах лицейского времени, языкове, батюшкове, крылове, вяземском. Это в некотором роде стало символичным для Рождественского. Когда-то в гимназические годы он выиграл главный приз «Полное собрание сочинений Пушкина» за лучшие стихотворения, посвященные «Медному всаднику». Однажды покинув родное царское село, он не переставал возвращаться в него на протяжении всей своей жизни.